К участию в конкурсе дети и взрослые подошли творчески и с креативом. Работы представлены в разных техниках, таких как витраж, папье-маше, лоскутное шитье, живопись и многое другое. На конкурс было представлено 274 работы, выполненные в различных техниках декоративно-прикладного искусства, а также литературного творчества и театрального творчества. Хотелось бы сказать слова благодарности всем участникам, пожелать всем творческих успехов и в преддверии Нового года поздравить всех с наступающим Новым годом и пожелать всем удачи, здоровья и всего-всего самого наилучшего. И набраться немного терпения. Итоги конкурса подводятся. Инициатором этого конкурса несколько лет назад стал митрополит Ханты-Мантийский и Сургутский Павел. После того, как в очередной раз встретился с жителями Нижневартовского района и увидел, какую большую просветительскую работу проводят в поселениях. Как много дети, причем по собственному желанию, мастерят поделки на библейские темы. Идею в районе поддержали. И с тех пор конкурс стал традиционным. В нем принимают участие жители самого разного возраста, из поселков и небольших деревень, в том числе самых отдаленных территорий. Это уже традиционный конкурс такой рождественского вертепа. И очень положительные эмоции от детей, от родителей и даже, скажем, пожилых людей, которые принимают участие в семейно готовят этот вертеп. И все привлечены, и все понимают, и осознают, и узнают многое о Рождестве Христовом. Когда он родился, как он родился, в каких условиях, кто первыми пришли к Богомладенцу. Это очень важно. Определять победителей будет экспертное жюри. В конкурсе пять номинаций. Выберут лучшую индивидуальную, семейную, коллективную работу. А также определят лучшую театральную постановку и проведут литературный конкурс «Рождество». Посетить выставку может любой желающий. Также творческие работы представлены в социальных сетях в группе ВКонтакте «Рождественский вертеп». Рита Кадыргулова, Леонид Мальковский. Телевидение Нижневартовского района. Из Лучинск. Специально для Югра-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова